Украинский вопрос Украинский вопрос Украинский вопрос Украина стала той, которую мы всегда любили и знали И хотели процветания и благоденствия нашему, скажем так, нашему народу Уж я это могу сказать в силу своей фамилии Это часто люблю подчеркивать Николай Иванович, я даже, когда мы с вами предварительно консультировались, о чем будем говорить На какие темы начнем отвечать Надо говорить обо всем Просто обо всем Как это произошло Почему люди звонят нам в эту студию Спрашивают, когда это кончится Почему такое непонимание Почему такая стена Не хотят разговаривать, глаза наливаются кровью Ну, пожалуй, начнем мы с такого обычного события, которое недавно произошло Вы участвовали в специальной пресс-конференции, которая была недавно в Косомольской правде Это было несколько дней назад И она, как бы, заканчивает определенный этап осмысления фактов, даже вышедших на международный уже уровень Нарушение прав человека, это мягко сказано Фактически, репрессии и, как бы, государственного терроризма То есть, запугивание, задавливание собственного народа Фактически, ну, это даже, там, и преступлением-то трудно назвать Это массовые преступления Сколько людей в тюрьмах сидит, даже вы, как человек, который был долгие годы, там, и премьер-министром Украины Знаете, людей даже вы сказать не можете Потому что данные-то неизвестны И, кстати, когда обсуждались Я закончу сейчас свое небольшое выступление Когда минские соглашения обсуждались И там была тема амнистии Многие специалисты, наблюдатели, скольких, на это никогда не пойдет Потому что пропало людей гораздо больше, чем они могут предъявить сегодня Сидящих в застенках По разным обвинениям Ну, вот, наверное, начнем мы с этой темы И я бы хотел просить вас подчеркнуть тезис страха Который является результатом, а может быть и целью Вот той политики давления и репрессий Который символом печальным, которым является Одесская трагедия Да, конечно, то, что в докладе генерального комиссара Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Приведены шокирующие для любого нормального человека данные, факты Не означают, что они вскрылись вот только что На самом деле, вот уже более года Эти факты нам, Комитету спасения Украины И другим правозащитным организациям, которые действуют при Комитете Хорошо известны То есть мы этой ситуацией владеем на местах И неоднократно эту информацию предоставляли Международный Красный Крест В Организации Объединенных Наций Посольствам западных стран Обращались напрямую к руководителям западных стран Ну, первое, как гарантам Минских соглашений Второе, как тех лидеров, чьи подписи стоят под соглашением о Европейской Ассоциации Украины и ЕС Подписанные, вступившие в силу соглашения Ну, представьте себе, где в этом соглашении есть хоть слово про пытки Где в этом соглашении есть хоть слово о внесудебных казнях О внесудебных преследованиях Ну, это же, понимаете, я прекрасно знаю это соглашение Поскольку я сам над ним работал И, так сказать, ну просто диву даешься Как же можно одной рукой подписывать это соглашение А с другой стороны не обращать внимания на реальные факты И вот этот доклад Верховного комиссара по правам человека Он по существу подводит к необходимости создания международного трибунала По расследованию преступлений против человечности И проведение под эгидой ООН серьезных международных расследований Потому что эта власть не будет расследовать, значит, свои же собственные преступления Но если в докладе ООН говорится, например, что добровольческие батальоны Захватывали без всяких, так сказать, оснований людей И пытали их, добивались признаний И делали это вместе со Службой безопасности Украины И затем Служба безопасности Украины Использовала признания людей, выбитые под пытками Для проведения процессуальных действий О чем можно говорить? Что теперь эта Служба безопасности будет расследовать эти преступления? Это же абсурд! А где в это время была Генеральная прокуратура Украины? Где в это время был военный прокурор? И так далее, и так далее То есть совершенно очевидно, что никакие вот эти вот массовые преступления Против человечности вот этой нынешней властью расследованы не могут быть Их можно квалифицировать именно как массовые? Конечно, конечно Ну вот смотрите, если в докладе Генерального Верховного Комиссара Приводится, например, такая цифра Что примерно 1379 тел подлежат идентификации То есть это, так сказать, относится непонятно кто Так сказать, откуда Это без учета того, что нашли в Донецке и Луганске? Это без учета, это у них своя статистика там и так далее Если в этом отчете говорится о тайных тюрьмах СБУ, куда их не допустили Говорится о том, что десятками есть, так сказать, факты Десятки казней внесудебных Что значит внесудебных? Вот недавно один из судов украинских рассматривал дело Вот тут тривиально простое дело, да? Фабула его тривиально простая, но дело чрезвычайно трагичное Что трое боевиков из добровольческого батальона Приехали к заместителю мэра города Славянска Вывели его из дома, посадили в его машину с его водителем Вывезли за 50 километров Затем командир этих боевиков из пистолета расстрелял обоих То есть водителя и заместителя мэра Как вы думаете, какое решение вынесут? Он их приговорил к четырем годам Там три человека участвовали в этом убийстве Двойном убийстве, да? Это пожизненное как минимум У нас в Украине отсутствует смертная казнь Но за двойное убийство пожизненное заключение Это как минимум в данном случае Потому что убийство осуществлено с жестокостью Из семьи взяли человека Отвезли в лесопосадку и убили Так вот, как вы думаете, какой приговор? Четыре года с отсрочкой приговора Если они будут себя хорошо вести Значит, еще и кого-то не убьют Значит, тогда этот приговор вообще будет отменен Это даже не условно Это даже не условно То есть вот за убийство двух человек Совершенные вот с такой обыденностью Да? С такой жестокостью Люди освобождены от наказания Еще один могу пример привести Хрестоматийный Значит, это убийца Олеся Бузины Известного украинского писателя Фактов больше, чем достаточно Суд рассматривает меру пресечения Вот какую же меру пресечения К людям, подозреваемым в убийстве Против которых масса Доказательств есть Там фактов каких-то И так далее Как вы думаете, какую? Оказывается, даже домашний арест Это слишком суровая мера наказания Это слишком суровая мера наказания С точки зрения сегодняшних киевских властей Их просто вывели из зала суда и освободили Это когда его там на руках правосудия Ну, да, я не знаю На руках или, так сказать, или еще как-то Но это говорит о том Что в Украине правосудие отсутствует Мы об этом неоднократно говорили И в докладе Верховного комиссара Такая фраза говорится Очень симптоматичная фраза Что в Украине мы констатируем коллапс законности Ну, это, я бы сказал, серьезное определение Что такое коллапс законности То есть законности нет Ну, я могу массу случаев привести Когда боевики врываются в суд Избивают судью, например Запугивают судью, угрожают ему И судья выносит то решение, которое требуют боевики То есть, вообще говоря В стране отсутствует ключевое обязательство Украины перед Европейским Союзом Да, это установление независимого правосудия Ну, судья могут люстрировать Против судей могут, так сказать, уголовное дело Объявить и так далее Вот все это очень хорошо вписывается В картину страха Которую насаждают Насаждают киевские режимы И запугивает население Потому что население доведено, на самом деле По большому счету, до крайности С одной стороны, каждый день массированно промываются мозги Потому что то, что я сейчас говорю На Украине услышать невозможно Ну, немножко можно все-таки Даже немножко не можно В прямом эфире, по телевизору, да, конечно Только через интернет Значит, я все смотрю, значит, украинские каналы Особенно там, где мне помощники говорят Что надо их посмотреть Вот то, что я сейчас говорю На Украине услышать невозможно Вот в какой бы интерпретации Сейчас прозвучало то, что я сейчас сказал Что судили боевика Вот этого, например, заммэра Террориста, боевика Вот И там как-то он погиб Как-то он погиб И вот подозревают кого-то Ну, это патриот Это активист Вот, представляете, до какого абсурда все это доходит Вот я хочу сейчас вам сказать Что все это доходит до абсолютнейшего абсурда И вот, с одной стороны, людям промывают мозги С утра до вечера промывают мозги А с другой стороны, запугивают Конечно, эта ситуация не может не вызывать и боли, и, так сказать, и чувство горечи Потому что это происходит с той страной, в которой, так сказать, ну Я уважил много сил И считаю своей родной страной Мне редактор подсказывает У нас, по-моему, есть первый звонок Пожалуйста, представьтесь И скажите, откуда вы нам дозвонились Да Моя фамилия Плохотин Звоню с Белгорода Я вот такой вопрос у меня Вот как Где сейчас находятся Любина Турещева И Валерий Борзов Они же жили даже в Киеве А также Бубка Это самая Блохим Какая их сейчас политическая позиция Стали ли они националистами Или они Или они про российскую позицию занимают Знаете, спасибо вам за вопрос Часто задают Похожие и называют разные фамилии Известных в России украинских деятелей культуры Героев спорта Ну, известных ученых и так далее Ну, я не могу конкретно ответить Хотя я их, конечно, знаю прекрасно Но вот я на этому, так сказать Абоненту из Белгорода Ответить на этот конкретный вопрос не могу Но я хотел бы сказать, что Очень многие сейчас Ну, наиболее порядочные молчат Менее порядочные Значит, они перекрашиваются И приходится слышать Вот ваша передача Почему она меня заинтересовала Она все-таки имеет больше, наверное, моральный аспект Чем политический аспект Так вот, меня Вот эти вот вопросы, да Волнуют и беспокоят С точки зрения, прежде всего, моральной Вот как могло так произойти Что мораль людей Не выдержала Вот этого испытания Значит, событиями в Украине Ну, казалось бы, все просто и ясно Убийство есть убийство, да Гибель мирного жителя Это трагедия Да нет, оказывается Оказывается, вот за два с половиной года Промывания мозгов Получается так, что если Разорвало снарядом в Донецке Женщину, то убило ватника Это не женщина Это убило пособника террористов И так далее, и так далее То есть, вообще говоря, это даже и не является поводом Для освещения в средствах массовой информации Ну, подумаешь, кого-то там убило И вот это на самом деле На самом деле Вот такие вот моральные деформации Такие моральные искажения Это самый главный результат государственного переворота Поверьте мне, что до этого в стране, в Украине Это было сострадательное общество Оно сострадало Оно сожалело Оно переживало Вот сейчас Меня даже удивляет Как это такое Стрелять из орудий массового поражения По городу миллионному Стрелять в живые дома Знать, что в данный момент Там живут люди Смотрят телевизор Делают уроки дети И вот какой-то подонок В этот момент Заряжает гаубицу И стреляет по этому живому дому Причем прекрасно знают Как это было несколько дней назад В Донецке Что вот этот конкретный район Там нет ни воинских подразделений Никаких объектов Вот теперь смотрите Вот то, что я рассказал Вот как будет преподано Или преподнесено украинскими СМИ Оказывается Вот на этот дом Залезли террористы И из этого дома Вели стрельбу По какой-то этой батарее И батарея ответила И вот это говорят люди У которых вообще-то есть мозги Есть высшее образование Да, они чему-то учились Они ходили там в школу Какие-то получали, так сказать, знания Да, вот как они могут это говорить Да, даже если там сидело 100 террористов На крыше И вели в стрельбу То, наверное, из галбицы По жилому дому Стрелять было бы нельзя Это же совершенно очевидно, да? Ну, вот это все Вошло в Украину Не так давно Абсолютно недавно Ну и вот У нас церковная, так сказать, тематика В вашей, так сказать, программе Я хотел бы сказать, что я на Майдане видел Как, значит, священники униатской церкви Богословляли на убийство солдат Беркута Это же было Это факт Вот Потом, ну, действительно Впервые за все 25 лет существования Украины Вот такая жестокость началась с Майдана Ее не было раньше Вот там называли кровавый там диктатор Янукович Но это все чепуха, полный, полный бред Вот Никакой там, значит, диктатуры, безусловно, не было У нас совершенно свободно действовали Действовала позиция Даже сверхсвободно Да, слишком свободно Это, собственно, и Почему, собственно говоря, и произошел переворот Потому что там, где надо было употребить силу Законную, конституционную Она не была употреблена И допустили мы, например, Шавтомайдан Вот такое было позорнейшее явление Когда там 20-30 боевиков на машинах Ездят и запугивают Прокуроров, судей Начальников милиции Там и так далее, и так далее Это был самый разгар государственного переворота Преследуют их семьи Ведь это же реально было И это способствовало государственному перевороту То есть это вносило сумятицу И никакого не было, скажем, так сказать Противодействия со стороны законной власти Вот этим всем позорным явлением Ну где в какой цивилизованной стране Какой-то там мог автомайдан Ездить по семьям судей Или работников всех структур угрожать Это значит, государство кончилось Это фактически По существу Государство потеряло в тот момент Монополию на применение силы Оно отдало, так сказать, эту монополию Боевикам По сути нацистам Потому что движущей ролью Вот когда говорят там люди вышли на Майдан Все это полная чепуха Чего же сейчас не выходят эти люди Когда у них там в 10 раз подняли тарифы На жилищно-коммунальные услуги Когда в 5 раз поднялись цены Когда люди выживают Когда лекарства невозможно купить старикам Чего люди не выходят ни на какие Майданы Да потому что Майдан Это был подготовленный государственный переворот Проплаченный и подготовленный государственный переворот Вот и все Конечно причины для возмущения властью Всегда можно найти Это, так сказать, без вопросов Но для того существует и демократия Демократическое устройство страны Что если у тебя есть недовольство властью Придут выборы И ты на выборах вот это вот недовольство Прояви, не голосуй там за этого Януковича Условно скажем, избирай другого Но когда ты, так сказать, осуществляешь вот такие силовые действия То тут о морали говорить очень трудно То есть вот опять возвращаясь к тому вопросу А как это могло произойти Ну вот так и произошло, что технология была Специальная технология была использована Эта технология сумела расшатать государство Сумела, так сказать, обеспечить захват власти Вот этими конкретными людьми И дальше вот такие политтехнологии реализовывались Прежде всего они деформировали мораль общества Это самое страшное Вот, а затем происходили, так сказать, действия Связанные, так сказать, безусловно С восстановлением, по сути дела, диктатуры, цензуры Подавления накомысля, расправы, так сказать С теми, кто мог бы представлять опасность для этого строя Вот, и вот сейчас сложилась такая по существу неприятная ситуация Я хочу задать вопрос, который часто очень звучит Вот от наших телезрителей Нам задатели спрашивают Как же произошло так, что мы не можем общаться с нашими родственниками Когда мы встречаемся Либо они кто-то сюда приезжают Либо очень редко мы туда За границей происходят всякие Иногда даже стычки Что у людей глаза налились кровью Они считают себя обиженными Они мыслят вот этими штампами Которых вышибить из сознания практически невозможно сегодня Надо отдать должное Это удалось Причем все происходит не под давлением Что вот боевики стоят за спиной Это где-то там на курорте В Греции, да, сидят на пляже Не могут разобраться Иногда это там драки даже происходят То есть вот это у наших зрителей А потом живут в обычном В Белгороде вот сейчас звонили По всей стране Мы не можем это понять С одной стороны мы воспитаны В известных традициях И там половина у нас корни украинские Вот у меня, например Много русских вдруг стали украинскими националистами Ну да, украинская нация более-менее сложилась Ее смоделировали, она сложилась Сейчас другой вопрос Но как произошло вот это критическое Формирование критической массы ненависти Что собственно и удерживает сегодня этот режим власти Страх это только часть Вот эта система сплачивания опыт Что взрыва не происходит Не важно что лидеров нет Что там репрессии, да Но вот еще и этот Знаете, мы забываем Что события в Украине Нельзя отрывать от других событий Которые в мире происходили за последние пять лет Ну давайте посмотрим Вот скажем Ливия Богополучная страна Там была с визитом за два месяца До так называемой арабской весны Тогда же трудно было даже себе представить Что такая богополучная Даже по европейским меркам страна Вдруг разгорится там пожар ненависти Смотрите с какой злобой и ненавистью Они уничтожили того человека Который 40 лет управлял Ливией И худо-бедно они жили лучше В пять раз примерно Чем сейчас живут граждане Украины Вот как бы это ни парадоксально звучало Смотрите что произошло в Тунисе В Египте, в Сирии Вот в Сирии например на моих глазах Осуществилась вот эта подготовка Вот такого скажем сценария переворота Ну не удалось захватить столицу А ведь три четверти территории Сирии Значит под властью боевиков на самом деле Откуда эти боевики взялись? Ведь их вот еще в 2010 году Ты в 2010 году Пять лет тому назад их не было Так вот откуда взялись наши-то боевики Вот сейчас Их уже там тысячи и тысячи Откуда они появились? Поэтому нельзя такие события Рассматривать изолированно Против нас серьезно работали Это был политический проект И промывание мозгов Началось не вчера Вот скажите Мы всегда, вы сами прекрасно знаете Русские украинцы никогда бы мы в жизни Не делили друг друга У меня жена украинка например Вот Вы там тоже как мне рассказывали Фамилия там То есть мы никогда не делили А вот сейчас Русские вдруг стали рашкой И оказывается рашка это тупая Необразованная Она мешает им так сказать Куда-то там двигаться Куда двигаться Вот как сумели Это абсолютно глупейшую Так сказать глупейший слоган Внедрить сознание Насколько надо быть тупым Чтобы быть восприимчивым К такому слогану То есть Есть определенные конечно проблемы А я недавно читал Одно интересное исследование Проанализировали Значит Состав ДНК Украинцев Белоруссо-русских Никаких различий Откуда они возьмутся Простите Дураку понятно Что нет куда взяться Но ведь сейчас На поводу всерьез Говорится что Русские это откуда-то взялись Непонятно А вот Украинцы произошли От каких-то Бифинических укров Ну вот эта глупость А как ведь В эту глупость верят Как ни странно Или вот Еще раз Ну я очень хорошо Так сказать Знаю экономику Украины Знаю так сказать Вот Скажем Насколько две наши экономики Россия и Украина Зависят друг от друга И разрыв вот этих связей Это болезненно Для России Болезненно Но это смертельно Для украинской экономики И вот сейчас Встает простой вопрос Что Украина должна стать Аграрной державой А с каких это пор Она должна Страна Которая выпускала Самолеты Спутники Локомотивы Компрессоры Промышленные потенциалы Советского Союза Украины Там 40% Изготавливала Там системы Точнейшего наведения Слежения Там Ну Вообще говоря Это высокоразвитая страна Была Обладающая Своей Высокоразвитой наукой Ну много ли в Европе Стран которые бы Обладали такой Хорошей наукой Как наша Или системы образования Очень неплохой Да И вдруг нам Говорят так Ребят А у вас же нет Никаких перспектив Кроме развития Аграрного сектора Ну вот Сажайте кукурузу Рапстон Подсолнечник С этим вы куда-то Выйдете Так сейчас Получите посел Сокращаются Куда-то Да Ну я задаю себе Простой вопрос А что тогда нам Что нам делать Тогда С системой Высшей Школы Куда у нас Ежегодно Ежегодно Вдумайтесь в эту цифру Поступает 400 тысяч Человек То есть Каждый год На первый курс Системы высшего образования На Украине 400 тысяч Человек Поступает А они-то Зачем нужны И каждый год Они выпускаться будут 400 тысяч Человек Так вот Вот эта система Которая нам Навязали Разрыва Народно-хозяйственных Связей С Россией Разрыв Кооперационных Связей Различных Так Разрыв даже Элементарной Торговли Причем Этот разрыв Абсолютно Глупый Нелепый По существу Потому что Вот то что мы Производим Кроме России Никуда поставлять Нельзя Я в одной своей Статье написал Вот у нас есть Завод Заря Завод который В свое время Построен был Ну естественно В советское время Для обслуживания Газовой промышленности Когда-то Интенсивно Газовая промышленность Развивалась И вот специально Был на Украине Построен завод Так куда мы будем Свои компрессоры Поставлять В Буркино-Фасо Или в Гвинею Или еще куда-то Где они не нужны То есть Вот эта самоубийственная Экономическая политика Обрекает Украину К большому сожалению На Практически Деградацию Вот что страшно Мы сейчас Немножко эту тему Запомним Оставим У нас есть звонок Я хотел бы Предложить зрителям Задать очередной вопрос Пожалуйста Мы вас слушаем И Представьтесь Ирина Искушкина Сегодня В Одессе Произошла Очередная Провокация У нашего Генконсульства К чему Это все Приведет Не повторится Ли эта трагедия С Грибоедовым Это Накануне Дня России Я знаю Я знаю Спасибо большое Это еще раз Говорит о том Что В Киеве Находится Сейчас Недееспособная Власть Абсолютно Недееспособная Которая Нарушает Ну В данном Случае Консульство Находится Под защитой Всех Дипломатических Конвенций Какие только Могут быть И какие Украина Естественно Подписала И обязана Выполнять Поэтому Власть Киевская Показала Свою Недоговороспособность И Вот скажем Минские соглашения Да Ну Подписаны На самом Высоком Уровне Лидеры Четырех Государств Неслабых Государств Крупнейших Государств Европы Собрались И зафиксировали Определенные Договоренности Ну вот Я хотел бы Задать Простой Вопрос Если Ты Не способен Их Выполнять Эти Договоренности Ну заяви Что все Я динансирую Это соглашение Я его Выполнять Не буду Но он Это не Заявляет А говорит Что ему Кто-то Мешает Их Выполнять Но кто Тебе Мешает Их Выполнять Это Твоя Страна Донбасс Либо Ты его Не считаешь Частью Украины Так Тогда тоже Заяви Об этом Что это Не моя Часть И я Так сказать Никакой ответственности За то Что там происходит Не несу Но если Это часть Украины То садись За стол Переговоров И договаривайся Как ликвидировать Этот конфликт Потому что Тезис Не войны Не мира А постоянные Обстрелы И провокации Это Каждодневные Трагедии Каждодневная Гибель Людей Я думаю Сейчас Европа В частности Германия И Франция В принципе Уже понимают Что проблема Конечно Не в России Заключается А проблема Находится Внутри Киевской Власти Делаются Попытки Как-то Ее Эту проблему Так сказать Урегулировать Разрулить Но тут Уже вмешивается Ее политика Но я бы сказал Хотел бы В данном случае Сказать о другом Что рано Или поздно Эта проблема Должна быть решена Потому что В таком состоянии В каком Сейчас Это находится Что каждый день Практически Осуществляются Обстрелы То есть Таких вот Масштабных Военных действий Нет Но каждый день По 100 По 50 Там по 200 Мин Выпускается В город Но ведь это же Город Вот можете себе Представить Что каждый день В городе Раздаются взрывы Поэтому Я думаю Что В данном случае Конечно Нужна Очень активная Позиция Безусловно Всех гарантов Минского соглашения Прежде всего Гарантов Минского соглашения Потому что Сама власть Не пойдет Киевская Я имею ввиду Власть Не пойдет На реализацию Минских соглашений Наши зрители Когда упомянули Одесского Сейчас инцидента Фактически Это демонстрация С одной стороны Неспособности Власти Ее недоговороспособности А с другой стороны Бессилия Что она применяет Вот этих Так сказать Активистов Боевиков С тем Чтобы устраивать Провокации Отвлекать Общественное мнение И здесь вопрос Как удается Удерживать Вот этот Антироссийский Градус Ненависти Столь долго И столь В общем-то Эффективно Ну вот смотрите Какая система Сейчас действует На Украине В те места Где Где города Где Возможны Какие-либо Выступления У Харьков Одесса Харьков Одесса Херсон Николаев Там так далее Да Отряжаются Вот эти Бандиты Боевики Их называют Патриотами Активистами На самом деле Это не патриоты Никакие Потому что Сейчас в Украине Антиукраинская Антипатриотическая Власть Которая обслуживает Только интересы Так сказать Своих Американских Хозяев Тут надо Говорить Вечи Как они Как они Так сказать Есть Так и надо Говорить Вот И вот Эти боевики Их задача Только одна Они не работают Так Они ничем Не занимаются Они получают Очень хорошее Денежное Содержание И их задача Чтобы по свистку Собраться Так сказать Смитами Сбитами С арматурами С оружием Избить Запугать Разогнать И так далее И так далее То есть По сути дела В Украине Создана система Штурмовых Отрядов Которую Создал Гитлер Придя к власти В 1933 году На вот таком Именно уровне С такой вот Иерархии Была создана Система штурмовых Отрядов Их задача Была только одна Запугать оппозицию Коммунисты Были очень сильны Социал-демократы Были очень сильны Они почти половину Мест в Рейстаге Имели В то время Через два года Никого не осталось Вот к этой системе Запугивания Добавилась еще Система Гебельсковской Парпаганды То есть Каждодневное промывание Мозгов Вот вы говорите Как может быть Вот такое Что люди там Ненависть И так далее И так далее Ну вот если тебе С утра до вечера Порывают мозги Россия Отняла Крым Вот отняла Крым Так Крым это Курорт Это так сказать Та часть Украины Которая Всегда Ну являлась Как-то так сказать Местом любви Всех Притяжение И вдруг Россия его забрала Никто же не говорит Что почему Это произошло Никто же не говорит Что вот если бы Не было государственного Переворота Если бы не пришли Вот эти вот Скажем Проходимцы-убийцы Типа Турчинова Абсолютно Так сказать Отморозки Вот если бы Их не было власти Никто бы Крым Не забирал Это же совершенно Очевидно Он бы так и продолжал Оставаться Частью Украины Он бы не ушел Даже Он бы никуда не уйдет Зачем ему уходить Никогда такой вопрос Вообще даже не возникало Вот я был Премьер-министром Украины Там с 10 по Январь 14 года Я много раз был В Крыму Встречался на всяких Уровнях С людьми Так сказать И так далее Мы там реализовывали Там большое количество Всяких проектов Ну что могли То и делали Я не скажу Что там мы Все перевернули Но что могли То и делали Я ни разу Ни от кого Не слышал От крымчан Я имею ввиду Что Крым Собирается уходить Из Украины Вопросов таких не было И вдруг После переворота Этот вопрос Стал На повестку дня У крымчан И первая инициатива Крым восстал первым Потом только восстал Донецк Луганск Там Харьков Так А первым Восстал Крым Восстал Абсолютно Не опираясь Ни на поддержку Ни России Там никого Первые же погибли Крымчане Помните Когда автобус Остановили Я вам скажу так Самые надежные Самые надежные части Беркута Которые охраняли Правительственный квартал Они стояли в 100 метрах Здание правительства Украины В Киеве Находилось И находится В 100 метрах От Майдана И из моего окна Был виден Вот этот Баррикада На которой Бесчинствовали Вот эти вот Молодчики Так они хоть Закрывались баррикады А Беркут Ничем не закрывался Кроме своих счетов Так вот Крымский Беркут Был самый надежный И когда я подъезжал К ним И спрашивал Ребята Ну как у вас дела Я практически Там через день К ним подъезжал Мне нужно было Посмотреть Какое психологическое состояние Подбодрить ребят Они мне говорили Николай Когда нам дадут команду Навести порядок Ведь смотрите В нас стреляют Нас обливают Значит Горючим Горючим Так сказать Материалом Поджигают нас Над нами издеваются Нас кидают камнями Где это видано Чтоб в полицию Кидали камнями И издевались Они мне это говорили Я говорил Здесь на президенту Об этом Потому что он У нас верховный Главнокомандующий Ему подчинялись Силовые структуры Так вот Когда Произошел Государственный переворот Крымский Беркут На нескольких автобусах Поехал в Крым Возвращаться Так его в Корсунь Шевченковском Остановили Бандиты Вот эти патриоты Так называемые А по сути Убийцы Самые настоящие Подожгли автобусы И зверски Расправились Поэтому Конечно Это был Спусковой крючок Для того Чтобы части Беркута В Крыму Первыми Заявили о том Что они не поддерживают Министр внутренних дел Авакова Который Непонятно Откуда взялся И был Абсолютно Самозванцем На тот момент Они отказались Его поддерживать И они заявили О поддержке Вот депутатов Верховного Совета Крыма Поэтому Вот эти Вот то что я рассказываю Опять никто В Киеве не говорит Вот все подается Абсолютно В обратном свете Вы знаете Мне вспоминается Известное Из речения Апостола Павла А как свет Отличить От тьмы Вот представляете Себе Как свет Отличить От тьмы То есть Вот эта тьма Настолько Поразила Сознание Украинцев Обычных Которые Каждый день Смотрят этот Телевизор С утра до вечера И каждый день Им вот это Внушается Поэтому Отсюда Появилась Так сказать Злость Потом Второй момент Очень важный Вот Россия Начала агрессию Подождите Россия Не начинала Никакой агрессии При решении О вводе войск В Донбасс Принял Турчинов Как исполняющий Обязанность Тоже какая-то Смешная должность Ее в Конституции Нет Самозванец Самый настоящий Узурпатор Он направил Войска Причем Войска-то Нормальные Украинские Да Я никогда Не называю Тех Кто воюет В Донбассе Украинскими частями Мне язык не поворачивается Они же отказались Стрелять по мирным людям И тогда Был направлен Правый сектор Бандита Правого сектора Это они Затеяли стрельбу Это они Первые Расстреляли Блокпост Который состоял Из мирных Граждан Славянских Славянских И вот тогда Возникла Конечно Естественная Идея Сопротивления Начали Рассказывать Сказки Что вот Россия Стала Оружие Поставлять Да Россия Может быть И стала Поставлять Оружие Я не буду Там Утверждать Ни за Ни против У меня Нет Такой Информации Но В Донецкой Вуганской Области Достаточное Количество Воинских Частей Складов Вы знаете Что Я вот Иногда Смотрю На вашем Телевидении В России Выступают Различные Так сказать Пропагандисты Киевского Режима И вот Однажды Вчера Буквально С Прохановым Там он Так сказать Состязался И вот На всю Аудиторию Так сказать Миллион Российскую Заявляют А вот Где там Патроны Берутся В Донецке В Уганск Там же ничего Нет Ну Дурак И малообразованный Человек В Уганске Патронный Самый крупный В Европе Кстати сказать Да Самый крупный Теперь В Донецке Например Прекрасный Завод Точмаш Который Изготавляет Высокоточные Стволы Для любого Вида Вооружений Завод Топас Который Изготавляет Радиолокационное Оборудование Неактивная Кольчуга Например Это же самая Известная Наша Разработка Завод Резинохимических Изделий Который Делает Выстрел Целиком И так далее Так далее То есть Говорить О самой Высокоразвитой В индустриальном Отношении Регион И говорить Что там Ничего нет Для того Чтобы Сгандабить Я грубо Говорю Слово Какой-нибудь Там бронетранспортер Это просто Чепуха Полная Это Понимаете Когда такие вещи Говорятся Это Ну Они Понятно Тоже Люди Зарабатывают Деньги Наверное Здесь Я не очень понимаю Зачем нужно Эту публику Вводить В эфир Вот мы же С вами Сидим Спокойно Мы привели Эти аргументы Даже Цитирование Аргументов Нашего Потенциального Скоро Даже Непотенциального Противника Это уже Неправильно С одной стороны Но мы делаем Это специально И подчеркиваем Это что О нас говорят Вот такое Это бред Это обман Это внушение Но Здесь это дозировано И мы их выставляем Соответствующим образом Но на Украине Это только то Что вот Мы слышим От наших Так называемых Украинских гостей И когда это говорят На каждый день С утра до ночи Ну Пожалуйста Вопрос Я знаю Что у нас есть Слушаем вас Алло Да да Пожалуйста Задавайте Здравствуйте Это Я звоню Санкт-Петербурга Меня зовут Виктор Так Хотелось бы знать Чем конкретно Занимается Комитет спасения Украины Который возглавляет Николай Янович Азаров Да Вот Николай Янович У нас Вообще Можно Маленький вопрос Как вообще удалось Собраться И создать Этот комитет Я уж так Ну Тут Всегда бывает Что не отходы Без добра Благодаря тому Что киевский режим Развязал Массовые Эпрессии То В Москву Были вынуждены Уехать Очень многие Политики Политологи Писатели Там И так далее Из Украины И Ну А всего-то Вообще В России Находится Ну По разным оценкам От 3,5 миллионов До 4 миллионов Украинских граждан Которые По разным причинам Выехали Кто-то Опасаясь Мобилизации И не Так сказать Не желая Принимать Участие В этих Карательных Операциях Кто-то Потеряв Работу Кто-то Так сказать Переехал Вот из Зоны Боевых действий И так далее Вот это Громадное Количество Людей Которые В принципе Ждут Изменения Ситуации На Украине И вот Задача В какой-то степени Объединить Этих Людей Так сказать Посмотреть Чем мы можем Помочь Своему народу А помочь Мы сейчас Можем В основном Одним Это Правдивая Информация Это Доведением Правдивой Информации О том Что сейчас Происходит До Международной Общественности По нашей Линии И по Нашим Контактам С дипломатами С политиками Других Стран И так далее Со средствами Массовой Информации И до Самого Украинского Народа Поэтому Мы сейчас Используем Все абсолютно Возможности Чтобы говорить Правду Людям Вселять В них Надежду И Приходится Иногда Говорить Достаточно Жестко И я Это Делаю Потому что Я никогда Не говорил Людям То что Не хотят От меня Услышать Никогда В моей Более чем 20-летней Политической Практике Самое Простое Это Говорить Что хотят От тебя Услышать И ты Будешь У тебя Рейтинги Высокие Будут И те Будут Аплодировать Но ведь Задача Политика И государственного Деятельства Заключается Не в том Чтобы идти За толпой За людьми А в том Чтобы людям Подсказывать Выход Из ситуации Подсказывать Альтернативу И вот мы Этим Серьезно Занимаемся И вот Та пресс-конференция Которую мы провели Это Попытка Донести Правду О репрессиях О механизме Политических Репрессий На Украине До Международной Общественности И рано или поздно Мы добьемся Своей цели И я иногда Обращаюсь Скажем К людям К украинцам У вас сейчас есть возможность У нас еще есть Достаточно времени Так сейчас Есть возможность Обратиться И вы не думайте Что вас не смотрят На Украине Смотрят Да Вот например Я хотел бы обратиться К тем Молодым семьям Да Которые вот Недавно Обзавелись Ребенком А в год Кстати Ну вот Скажем При мне Где-то было 530-540 тысяч В год Рождалось Так сказать Я этому очень радовался Потому что Мы в 13-м году Вышли на баланс Смертность И рождаемость А до этого Была убыль Сейчас к сожалению Убыль населения Возвратилась Каждый год Украина теряет Примерно средний Украинский город 60-70 тысяч Человек Вот с такой степенью Естественный убыль Плюс уезжают Миграция И так далее Так вот В этом году Скажем Или за год Родилось 400 Там скажем 50 тысяч Детей Вот Каждая мама Каждый отец Думает О том Как вот Ребенок вырастет Чем он будет заниматься И наверное Каждый думает О своей счастливой судьбе Так вот Задумаемся А что будет Через 20 лет С Украиной Вот простой Так сказать Для себя зададим вопрос А как будет жить Не я Так сказать Мы обычно всегда Вперед Приоритет детям Отдаем А как будут дети жить Через 20 лет Так вот Если так Как пойдет дело Сейчас То Ничуть не лучше И Вот это вот Большая Трагедия Если кого-то Сейчас устраивает То как они Сейчас живут Да Это средняя Там заработная плата Порядка Там 150 долларов В месяц Средняя пенсия Порядка Там Ну я не знаю Сейчас 50 Наверное Долларов Вот если вот этот Нищенский Громадный уровень цен Там Так далее Так далее Страх Бандитизм Отсутствие всяких Перспектив Потому что Я уже сказал Что промышленность Разрушается Вот если Все это устраивает И вы для своих детей Хотите такую перспективу То продолжайте Так сказать Жить в том же русле Действуя по принципу Моя хата с краю Но если вас Хоть немного Заботит Будущее ваших детей И свое собственное Будущее Потому что Скажем Через 20 лет Вам будет Всего-навсего Там 25 плюс 20 45 лет Да еще В расцвете сил То давайте Задумайтесь Какой режим Вам сейчас Вами сейчас Управляет И что надо Сделать Чтобы поменять Этот режим А именно От вашей активности Сейчас зависит Изменение Этой ситуации И не надо Ссылаться Что там Вот нет лидеров Лидеры Всегда появится Если созреет Общественное Понимание Того Что нужно Менять ситуацию Что такое 20 лет Казалось бы Это очень много И так сказать И каждый думает Да что там будет Как будет Так и будет Ну вот Давайте Мы все жили Там 20-25 лет Тому назад 90-е годы И мы на что-то Ориентировались На что-то Рассчитывали Мы считали Что вот пойдет Так сказать Перестройка Пойдут Рыночная Трансформация И у нас Все будет Вдруг Как Так сказать В Швейцарии Да Вот 20 лет Пролетело 25 лет Пролетело Очень легко Понять Что этот срок Очень короткий Он быстро Проходит А кардинальных Изменений Таких вот Глобальных Изменений Да Не произошло Более того Наступает Период Самый сложный Вот эти 20 лет Украина Жила Или 25 лет Жила Опираясь На мощнейший Промышленный Потенциал Который остался После распада Советского Союза И кооперацию С Россией Буквально Еще год-два Вот Так сказать Опирались мы На это И для нас Не было проблем Скажем Преодоление кризиса Потому что Наши производственные Мощности Скажем Задействованы Были там На 30-40 Процентов И когда Появлялась Возможность А я вот Скажем Трижды Был причастен К выведению Украины Из кризиса Так То мы просто Находили рынки Сбыта Загружали Эти мощности И так сказать Шел рост экономики Но экономика Стареет Промышленность Стареет 25 лет назад Она была Относительно Еще свежая А сейчас Износ Основных Фондов Производственных Достигает 80-85 Процентов Да То есть Лет через 20 От этой промышленности Следа не останется Она просто Полностью Выйдет Из строя И станет На поясненном А Европа Сказала Она нам не нужна Так вот Поясню на примере Простом Энергетика Например Самый понятный Простой пример Так Вот 15 энергоблоков Атомных станций Я начинал Строительство Еще двух То есть С учетом того Что все Не построены Были в 70-е годы Срок там Их эксплуатации Там 40-50 лет Сейчас Мы стоим Перед проблемой Вот из этих 15 блоков Два Относительно Новая Хмельницкая Ровенская Станция И два Прошли модернизацию Это я ее проводил Эту модернизацию То есть 11 блоков Надо проводить Либо модернизацию То есть Продлевать срок Эксплуатации Но В любом случае Через 10 лет Через 10-15 Либо останавливать Так вот 25 года прошло Ни копейки Не вложено И ничего не сделано В этом направлении Так Так вот Через 20 лет Мы останемся Без атомной энергетики А она Обеспечивает нам 50% Всей электроэнергии Но вторая эта часть Это тепловая энергетика А с ней ситуация Еще хуже Все наши тепловые станции Построенные были После войны Это 47-й 53-й 56-й 65-й 70-й Последняя станция Так То есть Вот эти все Катуи И так далее И так далее Все это Начинает выходить Из строя И оно обязательно Через 20 лет Выйдет из строя Таким образом Если Вот в эти Ближайшие 20 лет Мы не решим Проблему со своей Энергетикой То Украина Действительно Превратится В аграрную страну Но аграрной страны Тоже без электроэнергии Делать нечего Так помимо Вот чисто энергетических Проблем О которых я сейчас Сказал Это атомная энергетика Там тепловая энергетика Да Ну еще есть Конечно Гидроэлектростанция Но у нас Днепрогресс известный В аварийном состоянии Находится И в не лучшем состоянии Находятся многие Другие Гидроэлектростанции Так помимо них Мы должны думать о том Чтобы тепловые станции Надо топить углем Значит уголь должен быть Особого сорта Особого сорта Да А уголь Между прочим Чтобы был беспрерывно Надо шахты модернизировать Строить шахты Это целая цепочка Газ нам нужен Для тепловых электростанций Дизельное топливо Мазут Много чего нужно И над всем этим Надо думать Так вот Два с половиной года Управление Вот этой вот Киевским Режимом Показало Что у них Вообще даже Мысли нет За то Какая страна Будет через 20 лет Прямо говорят Что это задача Чтобы деградировала Страна Как можно больше А потом эти 40 миллионов Повесить на шею Либо России Либо Европе А лучше обоим Подписав Трансантастическое Партнерство Это такая Ну может быть Конспирологическая Теория Но тем не менее Все проблемы Украины Проблемы Европы Наша И наша В первую очередь Это не заокеанская Проблема То есть если не удалось Втянуть Россию В войну Не удалось ее Сделать страну Изгоем Не спровоцировали Там введение войск И так далее Это все понятно Значит тогда нужно Чтобы здесь Был такой Постоянный хаос За счет Догадаться Население Получается что Все кто сегодня Находятся на территории Украины Это фактически Заложники Вот этих геополитических Я почему к молодым Людям и обратился Потому что Вот 20 лет Я себя вспоминаю 20 лет Это очень активный возраст Кстати Начинались события На Майдане Начинались Через студентов Студенты конечно Студенты Вот как раз Те Кому сейчас 20-20 С небольшим Так сказать Лет И вот перед ними Нарисовали Вот эту Вот так сказать Несбыточную мечту Что вот стоит Только подписать Какую-то бумагу Бумага называется Соглашение Об европейской Ассоциации И вот завтра Каждый украинец Будет иметь Европейскую заработную плату Усвою жизни Как в Европе А вот Треклятая Россия Не дает А вот да Вот эта рашка Азиаты Отставые И так далее Забывая о том Что Россия Россия Да Я не хочу Там какие-то Хвалебные слова Говорить в адрес России Да Но когда нам было трудно Мы обращались к России То есть Мы понимали Вот у нас 2003 год Я могу только малоизвестную историю рассказать Была тяжелейшая ситуация Связанная с засухой А наши предшественники Сумели Продавали продать зерно Продовольственную пшеницу За рубеж И страна осталась без продовольственной пшеницы Разгорелись дискуссии Что да ладно Там переживем Пусть рынок установит цену Сам Ну население должно сократить потребление Естественно Так А раз сократит потребление Значит так сказать Все будет нормально А хоккей будет Да Там не 6,5 миллионов тонн пшеницы съедим А 4 миллиона Кто-то будет так сказать Есть так сказать В полную так сказать Глотку А кто-то будет экономить Так вот Мы кинулись на рынок А что такое засуха Цены подскочили Естественно Так сказать Законтрактовать поставки зерна Быстро нельзя К кому мы поехали А мы поехали К господину Или товарищу Путину Да Я сам лично ездил И говорил Вадим Владимирович Помогите Причем Россия помогла нам Тогда абсолютно бескорыстно Поставила с ближайших элеваторов По нормальным ценам По нормальным ценам Да Ну это целая эпопея Была Но тем не менее Поехали мы в Казахстан К Назарбаеву И Назарбаев помог Вот Кто помогал нам Не Европа помогла Так Потому что Это да Это абсолютно малоизвестные вещи Но это было И так мы обращались не раз Когда у нас возникали Критические проблемы И вот кстати Злополучный Вот этот трехмиллиардный кредит Который там называют Называют Так сказать Взяткой какой-то Чепуха Полный идиотизм Потому что Сложилась так ситуация Майдан разгорелся В стране идет конфликт Естественно Захватывали там администрации Естественно Упали доходы бюджета А нам нужно было расплачиваться По внешним обязательствам Поехали В Россию А куда могли еще обратиться Международный валютный фонд Нам поставил условия Поднять тарифы Там в три раза И так далее И так далее То есть жесткие условия были Мы отказались Россия никаких нам Политических условий Не выставила Предоставила кредит Теперь находятся Находятся вот эти люди Которые говорят о том Что это было Какой-то там формы Что возвращать не надо Не возвращайте Больше никто Никаких кредитов Украине давать не будет Николай Иванович У нас осталась Последняя минута Я хочу попросить вас Вот Что на душе Что душа просит сказать Потому что Ну вы редкий гость Конечно Спасибо большое Что вы пришли Вас Уважают Вас ценят Слушают каждое ваше слово Вы редко выступаете Я знаю Не очень любите ходить На телевидении Во всякие передачи Где много Лишних вопросов задают И кричат много У нас никто не кричит Но тем не менее Вот я хотел попросить вас В конце Подвести итог Может быть Спасибо большое Во-первых За возможность Вот такую Такого спокойного Относительно разговора Я прежде всего Конечно Хотел бы обратиться К своим соотечественникам И вселить в них Надежду Что сегодняшняя Ситуация Непостоянная Ненадолго Вот кто-то говорит Надолго Да не может такого быть Ну я знаю Украинский народ Знаю украинских людей Да бывают затмения Да бывают заблуждения Да действительно Свет Очень трудно Отличить От тьмы Но всегда В конечном итоге В конечном итоге Здравый смысл Побеждает Побеждает Вера в Бога Побеждает Вера в справедливость Побеждает Всегда Лучшие чувства Которые заложены В каждом человеке Поэтому прежде всего Я хотел бы Выразить уверенность Что вот эти Трудные испытания Для Украины Пройдут И начнется Нормальная Пора Восстановления Я хотел бы Конечно Обратиться К российским Гражданам Да Что сейчас Надо поддержать Украину Сейчас нужно Поддержать Украинский народ Отнестись С пониманием Украина Стала Жертвой Эксперимента Это не вина Многих людей Это беда Наших людей И вот Это понимание Хотелось бы В России Почувствовать Ну мы это видим На каждой службе Русской церкви Каждый день Везде В каждой церкви Приносится молитва О мире на Украине Это Ну вот Это Конкретное Взаимое подтверждение Того что мы сейчас Сказали Спасибо вам огромное Мы ждем Конечно вас Как вы посчитаете Возможным Поучаствовать В этом цикле Спасибо И вам Можем быть Зрителем За вашу активность На этом мы Завершаем Нашу работу В прямом эфире Конечно Не хотелось бы Говорить До новых встреч В программе Украинский вопрос Но думаю Что Этот цикл Будет выходить Еще Долго Спасибо вам За этот Час Который Продолжение С нами Всего вам доброго До свидания Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok